В среду губернатор Тверской области провел ряд встреч. В частности, Игорь Руденя общался с почетным гражданином Тверской области Владимиром Сусловым, который возглавлял Верхневожья в советские годы и в начале 90-х. А накануне состоялась двухсторонняя встреча губернатора и главы Кесовогорского района. О деталях встреч в сюжете далее. На встрече с Владимиром Сусловым обсуждались ключевые направления развития региона. Игорь Руденя подчеркнул, в числе основных задач в настоящее время улучшение демографической ситуации. Среди крупнейших проектов в сфере демографии здравоохранения строительство нового комплекса детско-областной больницы, который планируется начать в 2020 году в рамках нацпроекта здравоохранения. По мнению губернатора, в решении актуальных вопросов жизни Верхневожья важно опираться на лучший опыт заслуженных руководителей региона. В частности, Горуденя и Владимир Суслов говорили о развитии дорожной системы Тверской агломерации. По мнению Игоря Руденя, ряд идей, которые прорабатывались в советское время, могут быть актуализированы и использованы для решения современных задач. Также шла речь о расширении магистральных дорог на въездах в Тверь в строительстве социально значимых объектов. А несколькими часами ранее Горуденя провел встречу с главой Кесовогорского района Сергеем Тарасовым. В центре внимания – отопительный сезон в муниципальном образовании. Как отопительный сезон проходит? У нас все достаточно неплохо. Учреждения, наши школы, в том числе Дом культуры, получили отопление. Температуру мы отслеживаем, у нас наше учреждение ЕДДС. То есть каждое утро пока тоже вовремя подготовлено, все работает в температурной грамоте. Также обсуждались вопросы, связанные с ЖКХ социально-экономическим развитием территории. Среди других тем встречи – реализация национальных проектов, модернизация очистных сооружений, работа социальных учреждений, участие муниципального образования в программе поддержки местных инициатив. Сергей Тарасов обратился к губернатору с вопросом об оказании содействия по включению автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бежевск-Кесова-Гора Кашин в программу дорожных работ на 2020 год. В настоящее время региональное министерство транспорта совместно с региональным дорожным фондом формирует проект программы дорожных работ до 2022 года.